Она, так сказать, направленно, сейчас целенаправленно будет лечиться и захочет вернуться. Я думаю, что главный тренер Ирина Александровна Винер сочтет возможным предоставить ей такую возможность, потому что 1 марта, как вы знаете, в Москве будут открываться соревнования этапом Гран-при, на которых она может себя попробовать. Ольга Капранова на ковре, девятая участница финала. Вообще по регламенту в финалах должны участвовать только 8 гимнасток, но на усмотрение организаторов они могут предложить выступление и своей соотечественнице. Она будет девятая. Итак, Ольга Капранова. Оля сейчас очень в хорошей форме, она стала, как говорится, на рельсы и выступает очень удачно. И я хочу вернуться к чемпионату мира, где ей было предоставлено всего 3 упражнения. Она выиграла место, чтобы участвовать за звание абсолютной чемпионки мира. И выступала в предварительных соревнованиях, когда шла борьба за команду и за отдельные виды. Там немножко неудачно была расстановка, потому что зал не позволял провести соревнования 1-2 и 3. Поэтому пришлось провести соревнования 1-3 сначала. Оля очень хорошо выступала, и ей предоставилась такая возможность выступать за абсолютное первенство, где она была третьей. Мы посмотрим, как она выступит на этих соревнованиях заключительных. В серии турниров Гран-при Ольга была несомненной героиней соревнований в Берлине. Там она заверала 4 золотые медали. А также была участницей абсолютно всех этапов Гран-при, всех 9 этапов. Ну, она, как бы, квалификация была первая, да, насколько нам известно. Но, может быть, немножко, вот то, что она, так сказать, держала вот эту планку высоко, может быть, сегодня сказалась какая-то небольшая усталость, и вот у Оли идут шероховатости. Квалификации первой позиции занимала Ольга Капранова, на втором месте Вера Ситина и на третьем Алия Гараева. На второе место выходит Ольга Капранова. Ольга Капранова. Крам Мороза.